Всем привет! Меня зовут Сленд. 26 августа у нас выходит глобальное обновление, которое принесет нам много нового и интересного. В этом видео я хочу рассказать про все, что нас ждет. Новые карты, новая система обвесов, новые данжи и так далее. Не забудьте подписаться и поставить свой бесплатный лукас. А я пока буду начинать. Поехали! Раскаленный фронт. Встречайте ивент с извержением вулкана. У нас есть сюжет, который может пойти по двум веткам. На всех серверах будут синхронизироваться текущие решения и прогресс ветвей. Чтобы выбрать одну из ветвей, на этапе вам необходимо пройти задание этой ветки. Этапов будет несколько. Выполняем задание, получаем раскаленные монеты, которые можно обменять на редкие товары на складе снабжения. К тому же, есть шанс получить формулы редких предметов. Штурмовая гаубица, штурмовая винтовка Type 95, багровая броня, премиальные очки. Во время события, в зависимости от количества полученных раскаленных монет, будут сформированы рейтинги личного вклада, рейтинги вклада в лагерь и рейтинг вклада сервера. После завершения события за рейтинг будут выданы особые титулы, динамик сервера и другие редкие награды. Сервер с наибольшим показателем вклада также получит особый титул и уведомления на всех серверах. По итогу, мы получим ивент, схожий с ивентом возвращения в левен. Задания, монеты, рейтинг. Все это мы уже проходили с левеном. Если хотите выиграть личный рейтинг, то вам необходимо быть одним из сильнейших на сервере. Если хотите побороться за рейтинг лагерей или победить всем сервером, то тут вам понадобится уже набрать твинков. Ну, вспомним рейтинг лагерей на освобождение левена и то, как первые места набирали себе очки. Состязание лагерей. А тут у нас то, что мы так долго ждали. Самое важное и интересное – это Нэнси-контест. Либо кастомное соревнование в Нэнси, настраиваемые Нэнси, грубо говоря. На самом деле все куда хуже, чем хотелось бы. Тут у нас все же соревнования лагерей. И помимо Нэнси у нас есть еще викторина и гонки. В неделю у нас есть две попытки сделать соревнования в лагере. Выбор из трех режимов. В день ограничения только по одному соревнованию. В неделю два соревнования в рамках одного лагеря. А каждый игрок может поучаствовать в соревновании не более трех раз в неделю. Организация. Скорее всего, ей могут заниматься только замы или мэр. Ведь мы имеем ограничения по количеству раз в неделю для лагеря. Тут логично. Организатор может сделать призовой фонд, который будет распределяться между победителями из лагеря. Если на ваши соревнования придут игроки из других лагерей, то награды для них будут доставляться бесплатно через торговую федерацию. В этом случае их размер составляет 20% от наград в лагере. Новый данжи. Отель. Новый еженедельный данж, доступный от 65 уровня сбора. Из редких материалов в награду мы будем получать то же самое, что и в парке героев. То есть гайки и яйца спящего насекомого. Островные рифы. Ежедневный данж от 80 уровня сбора. Находится он на локации Санта-Пани. Мрачная темница. Или тюрьма. Еженедельный данж от 81 уровня сбора. На этом и прошлом данже будут падать новые материалы для улучшения нового снаряжения от 80 уровня. Обновление тренировки. Забываем все, что было до этого. Теперь у нас новая спасательная операция на воде. Называется операция спасения от шторма. И она полностью заменит прошлую лагерную операцию с спасением заложников на АЭС. Если кто-то не понял про что я. Тренировка, которая проходится вместе с патрулем каждый вечер в лагере. Кстати, про патруль ничего не известно. Он останется прежним. Сан Рона. А вот и новая локация, которая откроется после окончания ивента с вулканом. Доступ на нее будет от 35 уровня сбора. Это обычная локация с своими пейзажами, красивыми местами и так далее. Она также имеет свой особый погодный эффект, если можно так сказать. Иногда у нас будет проходить извержение вулкана. Будем ловить раскаленные камни с неба. Район Рассвета. Небольшой заброшенный район Левина, где расположились Сентия, Бюро торговли, Церковь и Дезертиры Империума. Каждая из четырех фракций предоставляет выжившим убежище. Получив задание с наградой у фракции в убежище, можно повысить расположение соответствующей фракции. Чем выше уровень расположения, тем выше скидка, которую вы можете получить при покупке предметов в магазине соответствующей фракции. Товары разные. Новые рецепты, новые ингредиенты и обычные ресурсы. Подробнее узнаем в день обновления. Арена. У нас есть два режима. ПВЕ-испытания и ПВП-состязания. В ПВЕ мы будем драться с элитными бойцами от разных фракций района Рассвета. А в ПВП мы сможем вызвать другого игрока на поединок 1 на 1. За участие в ПВЕ мы будем получать талоны. А за участие в ПВП мы будем поднимать наше ЧСВ. Новая система обвесов. В новой системе обвесы будут привязаны к типам снаряжения. Легкое оружие, тяжелое оружие, холодное оружие, броня. Теперь обвесы не надо переставлять с оружия на оружие. Один комплект для всех пушек. Это очень удобно. Появились новые особенности обвесов. Помимо основных характеристик мы можем получить дополнительные. Эти доп. характеристики будут зависеть от редкости нашего обвеса. Теперь обвесы делятся на несколько уровней редкости. Чтобы получить выше уровень, вам необходимо соединить несколько обвесов одного уровня и с некоторым шансом получить обвес выше уровня. Показать наглядно я это пока не могу, но ждем обновления. Также новые обвесы будут падать с региональных цитаделей. И тут у нас тоже рулетка. Сколько бы урона вы не нанесли, вам может выпасть обвес, а может и очко навыка. Сейчас я прочитаю дословно про объединение обвесов. Можно объединить три особых аксессуара одного и того же ранга и качества, то есть цвета. И с определенной вероятностью получить аксессуар более высокого качества. Также при повышении качества вы не потеряете опыт старых обвесов. Старые обвесы, которые вы имеете сейчас, будут разобраны и отправлены к вам на почту. Без потерь, механических материалов и так далее. Тут уж не переживайте. Новый развлекательный режим города Нэнси – Морозный воин. Тут пару слов. Это спортивный режим с морозной пушкой. Урон по игрокам уменьшен на 50%. Однако, по замороженным игрокам урон увеличен на 300%. Играем в Мистера Фриза. Ледострел, который будет замораживать врагов, можно найти в ящиках в Нэнси по такому же принципу, как и базуку в режиме с базукой. Длительность полной заморозки составляет 5 секунд. Технология наноимитации. Также пару слов добавляется. Новая валюта и новая вкладка, в которые мы можем изменить внешний вид реактивного ранца. То есть, мы можем надеть реактивный ранец и за новую валюту поменять ему внешний вид на любой другой рюкзак. Внешность можно поставить стандартного рюкзака, но особенность взлета будет как на джетпаке. Праздник обелиска. Праздник, который непонятно как связан с новой обновой. Но в почтноуте он есть и надеемся, что в игру его все-таки добавят. Каждый день вечером на обелиск будет проходить атака зараженных. После успешного отражения будет проходить праздник. Трюки на мотоциклах, фейерверки, игра в пинг-понг и так далее. Короче, настоящий праздник, который будет проходить на протяжении двух недель. Возможно, он чем-то похож на ивенты вторжения и МЧС с такими же системами рейтинга и рынка. Ну, посмотрим, как оно будет. Возвращение таинственного существа. Тут у нас изменение боссов локации, а точнее балансная доработка. Теперь после убийства босса локации он снова появится через 7 минут. Награду за убийство по-прежнему можно получить только один раз. Но если вы вдруг, как всегда, не успели на босса, то просто ждем 7 минут и спокойно его убиваем. Гениальное нововведение, которого очень не хватало. Также на месте спавна босса будет большая красная метка с таймером. Так мы точно ничего не пропустим. Третий сезон Школы. Школа смерти теперь имеет 140 этажей. Уровень сложности этажей стал меньше, следовательно и уровни зомби на этажах поменялись в меньшую сторону. За каждый этаж мы получаем облучение в 50 рентген. Максимум в день 500 рентген. Очищение от радиации происходит в 0 часов по игре. Оружие и дроны по-прежнему не расходуются. Ящики с патронами расходуются на 75% меньше. А броня ломается, как всегда, жестко. После сброса этажей на текущей неделе во время боя на этажах, кроме максимального, дается бонус дежавю. Увеличивается урон, снижается входящий урон и повышается УЗ. Чем ближе к прошлому максимальному этажу до сброса, тем меньше бонус характеристик. Эффект для этажа недействителен при вызове экстренной помощи. Также убрана фишка с перезарядкой ящиком с патронами. Теперь нельзя перезарядиться ящиком, если у вас более 60% патронов в запасе оружия. А вы знали, кстати, что у сюжета школы 11 концовок? Сжесть вообще! Конечно же жалко, что никто школу не пройдет. Но это уже от нас не зависит. Оптимизация торгового города. Улучшен поиск товаров на рынке. Что-то похожее на поиск предметов по шкафчикам у вас дома. Улучшение системы строительства. Появились обои в реализации. Также появилась функция апгрейда стен одним кликом. Но это не точно. Подробнее про это посмотрим уже в релизе обновления. Университет миски. Пятый уровень сложности. Доступный от 70 уровня сбора. Максимальный уровень навыков повышен до 90. Также и уровень особняков повышен до 18. Ну тут уж удачи и терпения вам, выжившие. Теперь несколько слов про другие изменения. Баги, мелкие доработки и так далее. Пойдем по пунктам. Исправлен баг босса на ЖД станции. Неоткрытые формулы будут показываться отдельно от открытых. Теперь при отражении атаки рейдеров, при нанесении урона рейдеру, тот не сможет выбирать остров в течение 10 секунд. Тупо нерв рейдеров. Очередной. На пересадочной станции Чарльстауна можно убрать лестницу. Диффузор можно бросить на грузовики, поезда, яхты и другие транспортные средства. Снижена сложность левого маршрута в операции Черные болота. Ну то есть топь. Исправлен баг с Наташей в Золотой пустыне. Немного уменьшена сложность некоторых этажей школы отчуждения. Исправлена ошибка, из-за которой монстры у сигнального устройства больницы города Левин не могли нормально атаковать. Ну это там, где вы встаете в кружок, в синий, и не двигаетесь. Теперь сложность вторжения зараженных, то бишь зомбилэнда, можно понизить на 5 уровней от имеющегося. Оптимизирована проблема задержки, вызванная слишком большим количеством союзников или врагов поблизости. В меню настройки, настройки дисплея, теперь можно вручную настраивать максимальное количество отображаемых союзников или врагов поблизости. Наряду с этим система автоматически реагирует, регулирует количество отображаемых модулей, моделей, моделей, при настройке качества изображения. Ну то есть, это у нас типа оптимизация, которая якобы хваленная, но, как говорили ребята с глобалки, она не помогла. Не сильно, чуть-чуть совсем. Так что на неё особо не рассчитываем, но проверим. Проверим. Живём обновление. Оптимизированы правила подбора в городе Форстар. Сила выживших на одном промежутке будут более сбалансированы. Ну то есть, теперь 70-е и 75-е уровни на одном Форстаре не встретятся. Прекрасно, я думаю. Сохранение раскладки управления при переустановке приложения или при переходе на другое устройство. То есть, теперь ваша раскладка привязана к вашему аккаунту. Немного уменьшена сложность карт вокзала города Левин и международного отеля. У нас отель только вводят, а уже уменьшают сложность. Скорее всего, это нам не завезут, как и некоторые исправления багов когда-то, ещё в мартовском обновлении. И всё. В патчноуте не написано, какие будут костюмы. Нет информации про другие баги, например, босса лагеря или баг в больнице. Также нет инфы про ивент с скидкой на прокрутку формул, про который я говорил на стриме. Но тут уже ждём патчноут перед самим обновлением. Ведь мне на руки попал предварительный патчноут, который скорее всего будет ещё дополнен. Чтобы узнать больше информации про будущее нововведения, обязательно подписывайтесь на канал. В ближайшее время я разберу всё, что нам добавят в глобальной обнове 26 августа. А на этом у меня всё. Всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Slend и увидимся.